Привет! Сегодня будет разговорное видео, в котором мы поговорим про рост скилла и про мотивацию заниматься творчеством. Мне кажется, это довольно актуальная тема, потому что мне часто задают вопросы насчёт того, что вот, мне кажется, я застрял на месте, мой скил никак не растёт, мотивация падает, были ли у тебя такие ситуации, что вообще делать в таком случае? И сегодня мы как раз попробуем это обсудить. Я, возможно, покажу свои какие-то работы, которые я делала буквально год назад. Ну и вы видели, наверное, что я делаю уже сейчас. Я постараюсь поделиться какими-то своими советами и вообще тем, что я узнала за год в фотошопе. И я надеюсь, что эти советы как-то помогут вам, потому что я бы была очень рада, если бы год назад мне кто-то бы сказал сейчас эти вещи. Итак, присаживайтесь поудобнее, ролик, видимо, выйдет длинным и, надеюсь, интересным и полезным для вас. Так что поехали! Как вы знаете, а может быть даже не знаете, этот канал я веду два с половиной года. Как раз тогда я начала как-то серьёзно заниматься обработкой фотографий, постоянно их делать, выкладывать себе в Инстаграм. Ну и заодно я начала снимать спид-арт и начала выкладывать всё это на канал. У меня как бы раньше были попытки заниматься каким-то творчеством, но я всё это очень быстро забрасывала, потому что появлялись какие-то более важные дела, учёба в школе и всякое такое. И знаете, я даже недавно нашла свой старый аккаунт на Диан Тарте со своими рисунками, и это просто достойно отдельного видео, я обязательно его сделаю, вот тогда можно будет посмеяться или погрустить, но в общем, посмотрим. В общем-то, как раз два с половиной года назад я как-то серьёзно окунулась в всё это творчество, начала вести свой канал, свой Инстаграм. Короче говоря, свой творческий путь я начала именно с обработки фотографий, ретуши и прорисовки света. И поговорим, наверное, для начала про рост скилла, потому что буквально год назад я делала вот такие работы. Выглядит это всё, конечно, прикольно, и многие работы мне до сих пор нравятся, но всё-таки оставаться на этом этапе я абсолютно не хотела. Да и как-то так получилось во многом благодаря Exile, что моя аудитория начала сильно расти, и я уже начала чувствовать какую-то ответственность того, что мне нужно тоже развивать свой скил, чтобы рассказывать вам что-то новое, показывать вам что-то более крутое. И мне совершенно не нравилась перспектива того, что я буду всё время заниматься тем, что меняю фон, рисую какой-нибудь яркий свет, и, собственно, всё. И поэтому мне хотелось учиться, развиваться и делать реально годные арты, которые нравились бы в первую очередь именно мне. Именно поэтому я начала огромное количество времени проводить в фотошопе. И когда я говорю «огромное количество времени», это значит, что я буквально всё своё время уделяла тому, что сидела в фотошопе, изучала новые фишки, пыталась что-то сделать. И мне иногда больно видеть вопросы про то, что вот, а если я буду два часа в день заниматься фотошопом, смогу ли я стать крутым художником? И, конечно, тут вопрос, наверное, сможешь, потому что всё-таки все люди индивидуальны, и я не могу сказать, сколько часов понадобится тебе, чтобы достичь какого-то крутого уровня. В моём случае я потратила очень много времени, и когда у нас был дискорд-сервер, я какое-то время очень часто получала скрины от ребят, которые скринили, что у меня там написано, что вот, в фотошопе уже 12 часов, и для меня это было абсолютно нормально. У меня появилась чёткая цель начать делать годноту, которая будет нравиться в первую очередь именно мне. Поэтому с каждой своей работой я старалась всё больше усложнить арт, добавить какие-то более сложные для себя детали, постараться выскочить на другой уровень буквально с каждой работой. Так я пыталась делать работы более реалистичными, продумывать как-то сильнее композицию, собирать её практически с нуля. И вот, наверное, мой первый совет, он относится больше к новичкам. Всегда старайтесь сделать лучше и сложнее, чем ваш предыдущий арт. Я понимаю, что невозможно, ну это реально невозможно, каждый раз делать лучше, чем предыдущая работа, но просто для себя старайтесь хотя бы в каждой работе не повторять то, что вы делали в прошлый раз, а пытаться найти какие-то новые способы решения. Пытайтесь тем самым измучать какие-то новые скиллы, новые техники, потому что всё это будет у вас накапливаться, и по итогу у вас будет огромный пакет знаний, которые вы сможете с лёгкостью использовать. Именно поэтому не стоит сидеть на одном уровне, когда вот вы научились что-то делать, и вроде у вас есть вот эта вот проверенная схема, вырезать человека, заменить фон, нарисовать свет, и вы такие, ну, получается прикольно, буду-ка я дальше это делать, лайки собирает. Нет, пожалуйста, не сидите на этом месте, пытайтесь усложнить фон, добавить больше деталей, поменять одежду. Это реально в итоге очень сильно вам поможет. Да, конечно, возможно, первый раз получится не так классно, но второй раз уже будет лучше, а третий раз это будет ещё намного лучше. Я не говорю, что нужно сразу делать сверхсложную работу, потому что всё должно быть постепенно, как и 3D-моделирование, как и рисование, как и фотобаж. Вы должны начинать от простого к сложному, и нельзя сразу начать делать какие-то сложные фоны, как минимум у вас абсолютно ничего не будет сразу получаться, и тогда ваша мотивация упадёт примерно на уровень Плинтуса, потому что всё-таки, да, все мы люди, мы сразу хотим видеть хоть какой-то результат, и хоть какой-то выхлоп от того, что мы делаем. Для начала начните с простых уроков, с простых каких-то обработок, с простых рисунков, с простых моделей, а дальше по чуть-чуть начинайте всё это усложнять, тем самым зарабатывая новые навыки и оттачивая какие-то скиллы. По итогу выходит элементарный совет. Если хочешь, чтобы твои навыки росли, пытайся делать что-то новое. Из этого совета вытекает сразу второй совет, который раньше я очень, 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 ещё раз, сто раз, очень сильно недооценивала, потому что, пожалуйста, обязательно пользуйтесь рефами, прокачивайте вашу насмотренность. Вот, например, давайте с простого. Вы знаете, кто такой Дилан Койл? Или Итан Зана? Или, может быть, Саймон Столленхак? А если я сделаю вот так? Возможно, вы никогда не слышали эти имена, но арты вам о чём-то сказали. Или, может, вы всё-таки слышали эти имена и знаете эти работы. Тогда вы красава, потому что вы знаете больше, чем я, несколько месяцев назад, потому что до недавнего времени я очень сильно пренебрегала рефами. Да, я как-то развивала насмотренность за счёт артов и фильмов, но я никогда всерьёз не пыталась посмотреть на работы действительно годных художников, которые прям профессионалы своего дела. Я не говорю, что эти три художника, которых я только что назвала, являются абсолютными топами и всем нужно к ним стремиться. Скорее, это просто те ребята, к которым лично я стремлюсь и чьё творчество меня очень сильно вдохновляет. Если я раньше видела какие-то их единичные арты, то сейчас я знаю их имена, я слежу за их профилями. Я покупаю артбуки Саймона, потому что это просто шикарно. Я даже покажу, смотрите. У нас есть шикарная полочка, такие вот артбуки. Человек просто рисует свою вселенную, и это нереально классно. И это всё, наверное, одно из недавних хобби, которое у меня появилось, потому что, как вы можете видеть, вот по этой полочке и вот по этой. За последнее время у меня прибавилось очень много артбуков. Я просто сижу вечерами, просматриваю их, смотрю на арты, смотрю, как художники строят композицию. Это всё очень важно, потому что насмотренность это очень важная вещь. Я думаю, что многие из вас уже понимают, в каком направлении хотят двигаться, будь то 3D-моделирование, фотобаш, обработка фотографий. Я уверена, что зайдя на ленту какого-нибудь артстейшена, вы с лёгкостью сможете найти несколько топов, которые очень сильно понравятся вам, и вы сможете как-то проанализировать их работы, посмотреть, почему. Вы вроде бы работаете в одном софте, но у них получается круто, а у вас, возможно, не так круто. В чём проблема? Чего вам не хватает? И вот такой анализ изображений, он очень важен. Но если вы не знаете, куда вы хотите стремиться, какое направление вам больше интересно, какое вас больше привлекает, так тоже зайдите на артстейшен, посмотрите на то, на другое, и, возможно, это поможет вам понять, что вам больше нравится. Например, вот крутая обработка фотографий, вот крутой концепт окружения, а вот хорошая иллюстрация с персонажем, а это классная 3D-модель. И вот что нравится конкретно тебе? Мне кажется, что, скорее всего, у тебя есть какой-то однозначный ответ. И, кстати, если он у тебя есть, то есть небольшой совет, не пытайся распылиться, потому что области CG художников, они настолько огромные, что делать и концепты персонажей, и 3D-модели сайфай-техники одновременно сразу круто, просто нереально. И проще сначала посудить какое-то время именно одной области. Так что не пытайся распыляться, иногда это может сыграть с тобой плохую шутку, особенно, когда ты только начинаешь что-то изучать. Ну и да, повторюсь, пожалуйста, когда вы смотрите на работы крутых ребят, не заканчивайте свой просмотр просто на первой мысли «О, прикольно!» Постарайтесь понять, почему это выглядит классно, постарайтесь как-то проанализировать изображение, и все это прокачает вашу насмотренность. В дальнейшем вам будет просто проще работать, у вас будут легче появляться какие-то идеи, все потому что вы уже видели какие-то варианты решений, и это очень круто. Следующий совет, ищите как можно больше информации по вашей теме, по вашему направлению. Гайдов в интернете реально очень много, и тем более намного больше спидартов и спидмоделингов, всего такого. И на самом деле, когда ты знаешь, например, интерфейс фотошопа, смотреть спидарты по фотошопу это очень ценно, потому что многие крутыши объективно не снимают какие-то гайды, не рассказывают все свои фишки, но зачастую они снимают спидарты, в которых ничего не вырезают. Ты можешь, посмотрев спидарт, понять, как он вообще действует, как используют функции программы. Мне, например, в свое время это очень сильно помогло, потому что я практически не смотрела гайды, я смотрела спидарты, потому что очень хорошо знала интерфейс фотошопа, и именно это очень сильно помогло мне понять, как некоторые художники выстраивают композицию, как они начинают работу, как они ее заканчивают. Не пренебрегайте спидартами, это реально очень годная штука. И да, конечно, если вы не знаете интерфейс, вам будет тяжело, поэтому первым делом, наверное, нужно все-таки изучить интерфейс программы. И я в ближайшее время хочу сделать ролик примерно на 30 минут, где расскажу про какие-то основы работы с фотошопом, прям реально основы от интерфейса, объяснение, как работают самые часто используемые функции. Если вы какой-то профессионал, вряд ли вам будет это полезно, но если вы новичок, то, скорее всего, вам будет интересно посмотреть такой ролик, и я надеюсь, что это как-то поможет ребятам, которые вот только начинают пользоваться программой. Короче говоря, новая информация — это круто, но когда ты достигаешь определенного уровня, тебе начинает казаться, что ты уже просмотрел все, изучил все, что только можно было, и у тебя возникает ступор, а куда дальше и как вообще дальше развиваться. И тут уже появляются две таких неких опции, это, возможно, курсы и тематические беседы. Мне кажется, у нас все-таки очень большое дружелюбное комьюнити, поэтому, немного поискав, вы без труда сможете найти какие-то беседы, что в ВК, что в телеге, где ребята могут делиться какими-то своими советами, давать вам критику. И, конечно, хочется зачастую слышать критику от человека, который разбирается чуть лучше тебя, потому что критика от новичка может тебя немножко запутать. Но в таких беседах зачастую бывают реальные профессионалы, которые просто помогают ребятам как-то своими советами. Как минимум, для начала можете вступить в мою беседу в телеге. Там, конечно, в основном обсуждают обработку фотографий. Но если эта комьюнити как-то разрастется, и мы начнем обсуждать и арты, и какое-то моделирование, то, мне кажется, будет очень классно. Но курсы, в принципе, очевидно, как это работает. Я даже сама недавно проходила курсы по концепт-арту. И, знаете, я осталась очень довольна. Не только потому, что какая информация там давалась, а потому, какой фидбэк давал преподаватель. И это для меня было очень ценно. Потому что был момент, когда я совсем не понимала, что мне дальше делать. И конкретно курсы помогли мне как-то с этим справиться. Ну и, наверное, тут появляется один из самых важных моментов. Не забывайте про базу. Потому что базовые знания композиции, перспективы, они очень важны. Раньше я часто делала все на глаз, по своей какой-то насмотренности, которая причем не очень сильно была и развита. Но сейчас я реально осознаю, как все работает, какие правила композиции, какие правила разделения тонов. И самое главное, я могу себе это объяснить. А не как раньше я делала все, ну, потому что так выглядит получше. Также не забывайте о функциях, которые дает вам сама программа. У вас под рукой фотошоп, который имеет просто огромный функционал, который вы можете использовать. Если что, я сижу на последних версиях, и я реально не помню, когда я последний раз руками выделяла человека, потому что в новых версиях нейронки по выделению людей работают настолько хорошо, что я кликаю просто одну кнопку, и человек выделяется настолько идеально, что чаще всего мне не приходится ничего подправлять. И знаете, такие фишки и понимание механика работы программы, они ускоряют монотонную работу, облегчают ее. И благодаря софту, который сейчас есть, у тебя остается больше времени на творчество. И это ведь очень круто. Короче, рост скилла это упорный труд. И за год я поняла, что меня очень сильно вдохновляет именно окружение и его создание. Я могу делать обработку фотографий, но все-таки мне больше нравится создавать какие-то свои миры. Я надеюсь, что вы тоже разделите со мной такой мой порыв в творчестве. Возможно, в будущем меня опять как-то переметнет, но сейчас мне очень нравится делать какие-то свои масштабные работы с окружениями. И мне кажется, в последнее время я достигла каких-то успехов в этом. Вот, например, одна из моих последних работ. Я сделала это из своей фотографии в Питере. И в ближайшее время я выложу спидарт с процессом создания этой работы. И я настоятельно рекомендую вам его посмотреть, потому что это очень взлипательно. Я потратила на эту работу огромное количество времени. Вы просто обязаны заценить процесс создания. Я считаю, что вышло очень хорошо. Да и в принципе, мои работы за год стали вот от таких вот такими. И мне кажется, это довольно серьезный успех. Тут мне помогло и 3D, которое я изучала в последнее время. Но в основном все-таки я продолжаю придерживаться работы в фотошопе, ведь основную работу я делаю именно там. Так что фотобаши это наше все. Не хочу звучать сейчас как бизнес-тренер с какой-то мотивационной речью, но ведь если ты не хочешь, тебя никто не заставит. И если ты хочешь развиваться в творчестве, то пойми, во-первых, что ты конкретно хочешь делать. Тренируйся, развивай свои скиллы, больше практики, потому что никакая теория ничего не будет значить, если у тебя нет практики. Поэтому почаще делай арты, пробуй что-то создавать. Я уверена, что у тебя все получится, ты станешь крутым художником, если этого хочешь. Ну так да, так мы как-то плавно перешли к мотивации. И давайте, наверное, обсудим, что является мотивацией для меня. И, наверное, первым таким нереально важным пунктом для меня будет то, что у меня есть компания ребят, которые единомышленники, они понимают, что я делаю, они меня поддерживают во всем. Они, не знаю, первыми бегут писать мне 150 комментариев, репостить мои видосы везде, во всей истории, в ВК делать, отправлять друг к другу, и это очень приятно. И я и говорю не только, наверное, про видосы, поддержку моего какого-то блогерского направления, а про то, что у меня есть друзья, которые тоже занимаются фотошопом, тоже занимаются обработкой, тоже, как я, хотят развиваться. То, что у меня есть такая компания, как-то удерживает меня на плаву и не дает мне забивать и куда-то останавливаться. Поэтому обязательно ищите себе людей, которые будут разделять ваши интересы, потому что у меня были в жизни люди, которым было пофиг на то, что я делаю, и от таких людей стоит лучше избавляться в этой жизни. Ой, но это плохо звучало, как будто нужно кого-то убивать. Нет. Ну, в плане, наверное, не стоит с такими людьми общаться. Если у вас есть друг, который говорит, что, а, ты пытаешься дизайнить шапки для Ютуба, да ты дебил, не слушай его. Просто не слушай, он тебе не друг, серьезно. Если твой друг не поддерживает твои увлечения, она смехается над ними, как трофлет, подумай, надо ли оно тебе? Мне кажется, лучше иметь сколько друзей, которые тебя поддерживают и дают тебе какую-то мотивацию. Следующий очень важный пункт, про который я частенько забываю, увы, то, что нужно отдыхать. Пожалуйста, не забывайте про отдых. Вот серьезно. Я знаю, о чем говорю. Я какое-то время делала работы, каждую неделю, каждую неделю делала ролики. И поверьте, все это очень сильно выматывает. Нужно выходить на улицу, гулять, общаться с какими-то людьми, с друзьями, потому что это все очень важно. Нельзя просто сидеть постоянно за работой. Как раз таки такое общение, отдых, он добавляет вам сил и в дальнейшем у вас будет получаться только лучше, потому что отдых это реально важно. Короче, не забывайте отдыхать, потому что отдых это ваше здоровье, а ценнее вашего здоровья нет абсолютно ничего. Как-то завершая эту тему, хочу ответить на вопрос, который я ставила где-то в начале. Да, конечно, у меня бывают моменты, когда у меня появляется так называемый творческий кризис. Я не совсем понимаю, какой бар мне сделать и ничего не хочется. И в такие моменты мне очень сильно помогает именно отдых. По мне, возможно, и не скажешь, но я тот еще заядлый геймер, и когда мне хочется отдохнуть, я захожу в какую-нибудь игру, провожу время с друзьями, смотрю какие-то фильмы, ищу где-нибудь вдохновение в тех же артбуках, в которых вот у меня кучка уже скопилась на полочке. Все это помогает мне как-то справиться с этим состоянием, отдохнуть и найти силы для нового творчества, потому что творчество это то, что мне нравится. Я никогда не заставляла себя что-то делать. Скорее, бывали моменты, когда я немножко уставала и мне нужен был небольшой перерыв. Ни в коем случае не надо заставлять себя что-то делать. И, кстати, если у вас бывали подобные моменты, когда вы не знаете, что сделать, и у вас какой-то творческий кризис, то вы обычно делаете в этих ситуациях. Обязательно поделитесь этим в комментариях, и не просто потому, что я хочу побольше комментариев, чтобы этот ролик продвигался, а потому что мне реально интересно почитать ваши способы решения этой проблемы, потому что я уверена, что мы художники настолько ранимые, что каждый из нас с этим сталкивался, но все-таки все люди разные, все подходят к решению проблем по-разному, и было бы очень интересно почитать именно ваш экспириенс и какую-то, возможно, вашу мотивацию для других людей, которые будут читать комментарии и смотреть, как другие художники справляются с этим состоянием. Подводя итог ролика, хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр, надеюсь, что это видео подарило вам капельку мотивации начать как-то развивать свой скил и вообще заниматься творчеством, потому что творчество это классно, ребята, мы реально делаем все, что хотим, мы модифицируем эту реальность, превращая ее во что-то более шикарное, потому что мир не идеален, а мы с помощью наших сверхфотошопных сил делаем все намного интереснее и круче. Оставляйте ваши комментарии, потому что, как я и говорила, это очень сильно помогает продвигать ролики, вы можете предлагать какие-то темы для будущих видео, просто потому что это мне очень сильно помогает. Еще раз огромное вам спасибо за просмотр, удачи вам в творчестве, в развитии скилла, я надеюсь, что у тебя все получится, все, что ты хочешь, ты сможешь делать крутые арты или крутые модельки, я в тебе верю. Ну и, в общем-то, до скорой встречи в следующих роликах, пока! Продолжение следует... Продолжение следует...